Привет, друзья мои! Вы смотрите канал Ольга Шоу, с вами Оля и сегодняшнее видео о финансах, а именно о финансовых привычках. Вы меня много об этом спрашивали, поэтому поехали! Первое это копия. Для того, чтобы стать богатым, недостаточно только зарабатывать, обязательно нужно уметь сохранять. Главное правило это от 10 до 20% откладываем на какой-нибудь сберегательный счет. Делаем это регулярно, сразу же, как только получили деньги. Я сначала, когда узнала этот принцип, была не готова, скажем прямо. У моего мужа достаточно большая зарплата была на тот момент, когда я задумалась о том, что мы абсолютно все тратим, у нас просто ни копейки нет сбережений. Как я смогу там 10 или даже больше тысяч рублей в месяц взять и отложить куда-то и не потратить, мне будет не хватать или что-то еще. Но практика говорит о том, и вся литература финансовая на этот счет говорит о том, что любой человек, исключение это те, кто живет за гранью, за чертой бедности, может откладывать порядка 10-20%. Дальше, ну что значит откладывать и не тратить, или вот что дальше делать с накопленными деньгами? Отсюда выходит следующий момент. Сначала копим НЗ. Это сумма порядка 3-4 ваших ежемесячных расходов за трат. Если вы тратили все, значит это ваших 3 зарплаты. Зачем она нужна? Чтобы в случае, если вы утратите трудоспособность, заболеете, вам нужно будет уволиться или что-то еще, вы могли позволить себе это сделать без заимствованных средств. Больше эти деньги никогда ни на что не тратятся. Хранятся они на каком-нибудь далеком счете, которого сложно вынести деньги под большой, под максимальный процент. Ну и желательно, чтобы у этих денег была ликвидность, там где-то через, в течение месяца вы бы могли получить их обратно. И тратим эти деньги только когда наступают экстренные обстоятельства. Практика показывает, что имея такую сумму, вы становитесь спокойнее и жить вам становится легче. Босс на работе сразу становится не таким злым, и если что, вы понимаете, что вы можете в любой момент уйти. Какие-то проблемы типа колебания курса тоже вас особо не тревожат, потому что если что, вы всегда сможете перекрыть кредит. Перекрыть любые какие-то расходы. Поэтому вот второй пункт, это сумма. Третий пункт, это кредиты. Есть такая притча. Решил мужик бизнес открывать. Порешел купцу и говорит, дай мне 100 рублей. Купец подумал и говорит, ну это такая большая сумма, я могу тебе ее дать, но только ты мне через год вернешь еще мне проценты 100 рублей. Мужик подумал и говорит, ну ладно, хорошо. Купец ему, ну слушай, если все равно сумма-то большая, мне надо быть уверенным, что ты мне отдашь. Давай ты им топор мне свой оставишь. Мужик подумал, ну хорошо, давай оставлю топор. Вышел, такой, наверное все-таки 100 рублей много, страшно брать такой большой кредит. Пойду я-ка половину денег верну. Вернул купцу половину денег, выходит и думает, денег у меня особо не прибавилось. Топора у меня нет и должен остался 100 рублей, что ходил. Вот то же самое примерно и о кредитах, можно сказать. Это очень и очень дорого. Дорогие люди, если вы хотите быть богатыми, не берите деньги в кредит. Каждый раз, когда изучаю что-то новое, хочется это обсуждать, поэтому пишите в комментариях ваши мысли по поводу того, легко это сделать, сложно, может у вас есть какие-то другие финансовые привычки. А еще такое же видео совместно со мной сняла видеоблогер Катя Баттерфлай. У которой на канале вы сможете увидеть ее финансовые привычки, возможно она дополнит мои, возможно они полностью совпадут, мне тоже очень интересно. Переходите по ссылкам внизу, я их обязательно оставлю и смотрите ее видео. А мы идем дальше. Не покупайте стихийно. Покупка чего-либо, вот так вот по дуновению волшебной палочки, а особенно в кредит, это привычки бедных. Отказывайтесь от этого. Состоятельные люди всегда планируют свои крупные покупки. Это только в фильмах нам показывают о том, что шел такой олигарх, хоп, левая пятка захотела автомобиль купить, а правое ухо захотела купить квартиру. И он вот так разбрасывает деньги направо-налево, но у него-то деньги не кредитные и есть, он может себе позволить. А когда, знаете, у людей ничего нет и при этом они себе покупают кофемашины, что там еще берут, вот сейчас актуально брать кредит. Это абсолютно необязательную бытовую технику. Эти люди переплачивают значительно и сами лишают себя такого желанного богатства. Следующий пункт, я уже вскользь о нем сказала, это планировать крупные траты на год. И вообще очень-очень полезно планировать. Для того, чтобы, например, подумать о своем годе, подумайте заранее, чего вы хотите отдохнуть, отправить детей на 1 сентября, ежемесячно дарить подарки своим друзьям и родственникам, которые у вас едят с бюджета по 3-5 тысяч рублей, или там может быть меньше или больше. И вот все эти вещи запишите их, возможно, на каком-нибудь календарике и составьте некоторый финансовый план. Подумайте о том, что вам нужно обновить машину, резину, оплатить страховки и вот все эти вещи. И на самом деле, когда вы начнете и вы получите реальную выгоду от таких действий, то у вас сразу же это войдет в привычку, потому что это очень-очень удобно. Следующий пункт – это разбираться, где вы храните свои накопления. Конечно, есть банки, есть фондовый рынок, есть бизнесы друзей, у всех этих вещей есть риски. Для того, чтобы деньги хранились хорошо, долго и прирастали, нужно раскладывать их в разные корзины. Да, нужно будет потратить немножко времени на то, чтобы со всем разобраться, но это реально окупится. В принципе, достаточно просто. Деньги, которые нужно быстро выдергивать, должны храниться в консервативных инструментах, такие как банковские депозиты или, может быть, облигации. Это те вещи, которые дают маленький доход, но зато деньги вы можете легко и быстро себе вернуть. Какие-то более длинные суммы могут храниться в акциях, на фондовом рынке в более рискованных инструментах, может быть, смешанных продуктах. Ну и, соответственно, самая венчурная инвестиция – это дать в долг друзьям в бизнес, хотя она и самая доходная. Можно потерять не только деньги, но и друзей. Я думаю, что на эту тему когда-нибудь будет похожее видео. Пишите в комментариях, нужно ли оно, и я обязательно расскажу. Но мы поняли, да, что, что касается финансов, нужно в этом немного разбираться, если вы хотите быть богатым. Дальше – это дети. Опять же, нужно обучать детей тому, как обращаться с деньгами, как экономить, и тогда вы вырастите человека, во-первых, который не будет с вас тянуть постоянно, да. Ну, во-вторых, вы сами повторением матч-учения проходите какие-то такие вещи, которые стоит помнить и знать. Моей Даше исполнилось 4 года, и мы потихонечку начинаем давать ей по монеткам, объяснять ей, для чего это нужно и как. Пока что это только первый шаг, но обязательно я буду это делать со своим ребенком. Следующее – это вести учет финансов. Пока вы этого не делаете, постоянно возникают какие-то желания, которые хочется реализовать. Особенно, если вы нормально зарабатываете. Хочется сказать себе, ну, неужели я на это не заработал? И вот если бесконтрольно абсолютно следовать этим импульсам, то будет тратиться гораздо больше. Нужно понимать, сколько вы заработали, куда вы потратили. И, как я уже говорила, когда у вас есть план, то все срастается, и откуда-то берутся деньги. И на отпуск, и на подарки, и на заботу о родителях, и на все-все-все. Еще одно важное умение – это оценивать расходы и не тратить лишнего. Можно прийти в Азбуку Вкуса в Москве и купить хлебушек за 100 рублей, а можно купить в Пятерочке за 20 рублей. Можно пользоваться кэшбэк-сервисами, можно не пользоваться. Подходите с умом к своим тратам. Я не говорю о том, что нужно экономить абсолютно на всем и ничего себе не позволять. Обязательно нужно разрешать себе отдых, приятные вещи. Надо тратить на себя деньги. Но делать это нужно рационально. Может быть, уходить от каких-то лишних продуктов, писать списки в магазин. О том, как экономить деньги, я рассказываю в отдельном видео. Переходите его и смотрите. Я там делюсь о том, как сэкономить 50 и более 1000 рублей в год. И последнее – это вовремя платить по счетам. Всяческие различные пении, штрафы ГАИ удвоенные и так далее, накапливаются в большую сумму денег, если смотреть на годовое исчисление. И получается, что это просто вы тратите деньги на ветер, ни на что. Поэтому не делайте так. Считайте деньги, контролируйте свои расходы, контролируйте себя, позволяйте себе все. И тогда ваша финансовая стабильность и состоятельность окажутся не за горами. И помните, дорогие друзья, самые главные вещи в мире – это не вещи. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какие видео вы бы хотели увидеть еще. Ставьте лайк этому видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.